В очереди на получение путевки в дошкольные образовательные учреждения сейчас стоят около полутысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. Наиболее острый вопрос стоит в видном. 300 нуждающихся дошколят не обеспечены местами дошкольные учреждения. Хотя строительство детских садов в новых микрорайонах идет активными темпами, в старой части города они тоже нужны. На помощь приходят инвесторы. Компания «Даверна» взяла на себя реконструкцию старейшего детского сада «Ручеек», который был выкуплен администрацией района у завода «Москокс», рассказывает Татьяна Акимова. «Колобок» — так до 1995 года назывался «Ручеек». Старейший детсад города, а он был открыт в 60-м году, посещали дети работников завода МКГЗ. Это учреждение всегда являлось активным участником жизни дошкольного образования Видного. Именно здесь был дан старт празднованию Масленицы в детских садах. Ребята вместе с воспитателями выращивали овощи на своем огороде и фрукты в саду. Напоминанием об этом служат старые яблони, до сих пор приносящие плоды. Детский сад «Ручеек» был закрыт в начале весны 2013 года. От прежних хозяев здесь осталось частичные мебель, игрушки и даже предметы декора. А меню, вывешенное на двери, гласит о том, что 25 февраля дети на завтрак ели гречневую кашу, а на обед рассольник. Сейчас дошкольное учреждение стоит на пороге новой жизни. Этот детский сад, как и малыш, был выкуплен администрацией района. И деньги на их ремонт были запланированы в казне. Но в связи с серьезными изменениями в бюджете 2014 года, ремонт пришлось временно отложить. Тут на помощь вновь пришли инвесторы. Компания «Доверна» вышла с предложением проинвестировать, проспонсировать реконструкцию одного садика. Пока что вот этого сада «Ручеек». Объем средств будет более 70 миллионов. От начала до конца все за счет средств инвестора, компания «Доверна». Думаю, мы очень благодарны за это, заранее даже, авансом. Проект реконструкции «Ручейка» есть в соглашении с инвесторами. Подписано через месяц на объект придут строители. Наша задача не только отреконструировать существующее здание, но и кардинально увеличить общий объем и построить дополнительное здание около 1600 квадратных метров. Это позволит нам обеспечить до 150 мест. Это как минимум 6 групп. Это также будет способствовать ликвидации очередности. В городском поселении видно у нас здесь основная напряженность. Более 80% в категории от 3 до 7 лет. Здание дошкольного учреждения будет не только отремонтировано и реконструировано. Детский сад будет сдан, что называется, под ключ. Приведут в порядок территорию, обустроят площадки. Группы укомплектуют мебелью и всем необходимым. На работу уйдет около года. Это будет в самом начале 2016 года. Строительная готовность у нас запланирована даже в конце 2015. Ну, собственно, так же мы 2015 годом планируем и садик сдать.